Приветствую вас. Ситуация такова. Вы пишите следующее. Не буду расписывать много что и как. Почему. Здесь вы как будто бы обесцениваете важность того, о чем хотите рассказать или спросить. Я работаю в детском саду уже чуть больше двух лет. И вам нравится работа в детском саду? Как вам это? Сегодня после выходных все вышли на работу. Детей немало. На прогулке. В общем, как так получилось, я работаю на новый шаг. Это, наверное, если у вас что-то вроде воспитательского фланга, потому что вы имеете в виду, что работаете на малышах. То есть работаете с малышами. Вот. Но вот. То есть вы пишите, как так получилось, я работаю на малышах, не очень понятно. По крайней мере для меня, что вы в это вкладываете. То есть вот. Вы пишите на прогулке. В общем, как так получилось, я работаю на малышах. Как бы выскользает для меня здесь этот смысл. Один из малышиков выкусил девочку под глазом. Соответственно, остались следы от укусов. Это, я думаю, нормально для малышей. Кстати, где-то сейчас кусаются. Вот. А когда смена сдавалась, тут как-то промухало этот момент. То есть мне сразу пропустили этот момент. Да? Получается. Пропустили. Он вам на этот момент показался неважным. Да? То есть или как? Или вам после выходника не хотелось выходить, то есть не хотелось работать, работать. Что значит? Пропустили. Знаете, психология, особенно если, например, говорить, допустим, про поведение. Лично я не считаю, что бывает, бывают, точнее, случайности. Вот. Случайности могут быть в том, что касается, например, других людей. Вот. Случайности могут быть в том, что касается результатов чего-то. Но то, что вы видели ситуации с мальчиком и девочкой. И то, что вы это пропустили. Причем вы говорите, что как-то. Тут у вас второй раз встречается такое выражение. Как-то так получилось. И как правило, подобное возникает. Когда человек мало осознает. То есть, подобное возникает, когда человек не привык осознавать, что с ним происходит. Не привык замечать то, что с ним происходит. Происходит. И на мой взгляд. Это то, над чем вам в первую очередь нужно работать. Замечать то, как вы реагируете на детей. На их действия. На саму работу. И так далее. Дальше. Дальше. Замечать. И говорите. И говорите, что как дурочка бывает. Вопрос. Что вы имеете в виду? Что здесь требуется вообще говорить? Вот. Укусил мальчик. Нужно, наверное, с укусом что-то делать. Как мне кажется. Ну, обработать его как-то и так далее. Вот. Что, что еще тут нужно просто? Что вы хотели бы здесь толком объяснить конкретно? Так. Да, я понимаю, что виновата против всего, так как недосмотрела детей. Есть вопрос не вины. По крайней мере, непосредственно в вашем контексте. Есть не вопрос вины. Вопрос в том, что дети вам были не так важны, как что-то другое. И недосмотрели вы их детей, скорее всего. Не просто так. У вас были на это какие-то причины. Вот. Что это за причины? Вы не знаете, а вот вы себе отчет в этом не отдаете, судя по тексту. И соответственно демонстрируете что-то вроде невнимательности к себе. Такой вот. Тотальный, как я сказал. Вероятно, происходит это не случайно. Вероятно, вы пытаетесь чего-то избежать, чего-то избежать, чего-то неприятного может быть. А может быть ничего вы не избегаете, а просто не привыкли быть к себе внимательны. Вот. Просто если бы вы, например, рассказали бы несколько подробнее про то, как вы стали воспитателем и нравится ли вам, к примеру, ваша работа. Вот. Ну, привлекает ли она вас. Чувствуете ли вы что раскрывает на ней или в ней. Вот. Чувствуете ли вы, допустим, что это ваше, допустим, призвание. Вот. Если бы вы вот эти моменты раскрыли, было бы более понятно. А так, ситуация достаточно локальная. И вообще-то, если говорить уж совсем предельчиво, то ситуация должна рассматриваться больше в юридическом разрезе, нежели чем психологическом. Дальше. Я не знаю, будут ли презентации со стороны родителей, но чувствую, что будут. Это ваши тревоги. Это перенос вашего собственного обвинения себя. Потому что вы говорите, я не знаю, но чувствую, что будут. А что значит чувство? Чувствует тревога. Вот. Вы ждете, что будет оправдан. Вы ждете, что будет что-то плохое. Понимаете? То есть где-то вы себя не осознаете, а где-то через сюр контролируешь. Вот. Подобный дисбаланс тоже можно скорректировать, чтобы это было более как-то для вас, ну, более комфортно. Потому что сейчас, ну, вот. Вы говорите, что не знаете, будут ли презентации, но говорите, что чувствуете, что будут. Это проекция, то есть перенос, как бы, ваших собственных переживаний. Это проекция и перенос ваших собственных чувств. Вот. Поэтому я бы сказал, я бы сказал, что с чувством вины здесь вам, вам, на мой взгляд, нужно поработать. Вот. Потому что, ну, мешает она вам. На мой взгляд, достаточно сильно, вот. Достаточно сильно на вас влияет. Вот. Вот. Как мне, по крайней мере. Кажется. Понимаете, да? Дальше. Мне эта ситуация неприятна. И мне ситуация эта неприятна. А какая вам ситуация неприятна, что с ребенком так получилось? В смысле с девочкой? Или вам неприятна, что к вам претензии могут предъявить? Вы как-то уточните. Я бы не сказал, что особенно здорово пытаться угадать, что вы имеете в виду здесь. Поэтому, если не сложно, то, пожалуйста, уточните, какая именно ситуация вам неприятна. Вот. Если с девочкой это одно дело, если с тем, что могут быть претензии, то другое дело, если и то и другое, то тоже, ну, в принципе, все понятно и все вполне адекватно. Как мне кажется, по крайней мере. Вот. Дальше. Значит, подскажите, что делать и что говорить. Что делать с чем? Что говорить, чтобы что? Я думаю, что один из ключевых моментов вашей ситуации заключается именно в том, что вы, как я уже сказал, к себе невнимательны. И именно вот эта вот ваша невнимательность к себе, как это не аппарадоксально, как это не аппарадоксально, проявляется в том числе и в том, что вы не знаете, что говорить, вы не знаете, что делать. И мне кажется, что вам необходимо как раз таки поработать над тем, чтобы более, ну, более внимательны, более внимательны, более внимательны быть к себе. Вот. Более подробно замечать те вещи, которые с вами происходят. И уже тогда, когда это будет уже соответственно для себя и определить, что и как вы хотите делать, что и как вы хотите поступать. Нет, конечно, вообще хватит как-то. Потому что пока для меня, например, остается загадкой. Ваши ценности для меня остаются загадкой. Ваши ориентиры, то есть, ну вот, приоритеты. Понимаете, да? Какая штука. И это, на мой взгляд, довольно серьезно. Вот мне кажется, что по причине такой путаницы, вы и не знаете, что делать и что говорить. А ведь лучшее, что вы можете сделать, это быть собой. Лучшее, что вы можете сделать, это быть естественным, быть искренным. И тогда ситуация будет разрешена. Правда, последствия в этой ситуации могут быть несколько неоднозначными. Например, скажем прямо. Например, вы можете вполне прийти к тому, что вам не очень нравится. Например, работать с детьми, допустим. Вот. Например, вы можете прийти к тому, что работаете через силу с детьми. Вот. Может быть и такое. Если вы боитесь, вот. Если вы опасаетесь этого аспекта, то, вероятно, будете избегать. Исследования. Себя и своих реакций. Но тем не менее, в рамках психотерапии сделать это необходимо. Вот. На мой взгляд, по крайней мере, понимать, что я имею в виду. На этом все. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и успешного разрешения ваших ситуаций.